Девушки отдыхают Она снимется в двух незначительных сценах и ни в одной не будет сниматься с тобой Лола Брюстер, актриса, прочитала сценарий и считает, что теперь может сниматься Это все равно твой фильм, дорогая, никто все равно не вспомнит в нем, кроме тебя, никого Мешки, мешки, уходите прочь и не возвращайтесь никогда Самая знаменитая американская кинозвезда Элизабет Тейлор в прошлом году отметила свое 75-летие Сейчас, когда ей 76, она снова собирается выйти замуж в девятый раз За негра, естественно, миллионера Джейсона Уинтерса Который смотрит на до сих пор красивую Элизабет Тейлор, прожившую фантастическую жизнь Она родилась 27 февраля 1932 года Ее мать, еврейка по национальности Сара Барнброд Она поменяла эту фамилию, потом и стала Сарой Сазерн Вышла замуж очень поздно, в 32 года За необыкновенно красивого человека Фрэнсиса Тейлора И стала Сарой Тейлор Они жили в Англии У них было двое детей Мальчик и девочка Девочку она боготворила Надо сказать, что и отец Относился к дочери с повышенной нежностью Семья была довольно сложная Красавец Фрэнсис Тейлор изменял матери Но изменял очень странно У них в доме постоянно жил член британского парламента Виктор Кортезе Было совершенно очевидно, что его с отцом Связывают какие-то сугубо личные отношения Мать на все закрывала глаза Они прожили в Англии 7 лет В 1939 году так изменились обстоятельства Началась война И семья переехала в Америку И с тех пор Лис учился в Америке Мать хотела, чтобы она была актрисой Она мечтала об этом Хочешь поехать в Америку сняться в кино? Забавно будет увидеть себя в фильме У нее была сказочная красота С юных лет Ее глаза цвета сапфира Знаменитые фиалковые глаза О которых впоследствии будет написано Очень много Пробили все-таки брешь в голливудскую стену Твоя мечта рано пришла к тебе Но помни, Вельвет Она будет питать тебя всю твою жизнь Все то, что происходило в доме Ее как-то мало волновало Друг отца улетел в Англию Сопровождать знаменитого Польского маршала Сикорского Самолет погиб Они разбились Оба Отец долго не мог пережить Этой гибели Но все состояние Виктора Перешло к нему И он стал очень богатым человеком Он имел картинную галерею Но В эти годы никто картин не покупал И его картинная галерея пустовала И Лиз понимала, что ей надо Как только она станет немножко старше Ей надо обязательно Найти богатого жениха И она искала его Долго и упорно И нашла Мы уже восемнадцать Я не знал Тогда мы уже взрослые Я выгляжу моложе Вы выглядите просто чудесно Спасибо за комплимент Где в этом научились? В 1950 году Когда ей было восемнадцать лет Она вышла замуж За очень красивого молодого человека Он был сыном Хилтона Ники Хилтон Его отец владел Империей отелей По всему миру Это была несметно богатая семья Она влюбилась в Ники И любила его Но брат длился очень недолго Недолго потому, что Когда она выходила замуж Она не знала, что Ники Любил пить А пил он очень много И она выдерживать это Не могла Ты все еще любишь Майкла? Нет Я его боюсь Уходи от него Он найдет меня Спрячешься у меня Возьми свои вещи Она через год С ним взошлась И получила При разводе 125 миллионов долларов Жизнь стала Совершенно другой И все равно Ее интересовало кино У нее был только один Близкий человек Ее друг Которого она любила И дружила Очень красивый Голливудский Киноактер Монтгомери Клифт Она снималась с ним В американской трагедии Драйзера Фильм назывался Место под солнцем Она была счастлива Когда она снималась с ним Она готова была выйти За него замуж Но при всей своей тонкости Уме Она никак не могла Понять Почему Монтгомери Избегает ее Вы мне кажетесь Таким загадочным Вы витаете где-то Далеко-далеко Как будто у вас Есть какая-то тайна Это правда Нет, молчите Она называла его Монти Но Монти Писал ей письма Звонил по телефону Встречался Пробивал ее В различные фильмы Скажите правду Я люблю вас Я люблю вас С первого дня Как только увидел Мне даже кажется Что я любил вас До того, как узнал И только позже Она поняла Что Монти Внадушен к женщинам И для нее Это была Огромная трагедия Он был ее другом До конца своих дней Я люблю тебя, Джордж И хотела, чтобы ты это знал Он скончался В 1966 году Еще достаточно молодым человеком Когда она узнала Тайну Жизнь Монтгомери Клифта Она немедленно Видишь Как я выгляжу намного лучше Она провела Колоссальную работу Для того, чтобы он Женился на ней И она родила от него Двух сыновей Майкла И Кристофора Я очень хорошо помню Когда я был в Америке Это было в 90-х годах Я приехал В штат Нью-Мексико К своим друзьям В такой прекрасный город Санта-Фе И в этом городе Я очень много гулял Потому что Он был не похож Ни на один Из американских городов И там была улица Картина галерей И около одной Толпился народ Это была одна из Блестящих Картина галерей Ее хозяином был Майкл Уалдинг Старший сын Лис Тейлор И это Конечно Придавало весомость Этой картины галерей А младший сын Кристофор Он Стал ученым Как ни странно В последствии Когда у Лис Появятся Правнуки Она будет к этому Относиться Крайнею надушность Ее в основном Интересовали Ее сыновья Она очень любила их Ее брак С Уалдингом Был для нее Достаточно длинный Она прожила с ним Почти пять лет И ушла от него Только потому Что она почувствовала Что он привык К спокойной жизни Она спокойно Жить не могла Мне нравится Как ты двигаешься Мне тоже нравится Как ты двигаешься Им нравится Как они двигаются Это хорошо Правда? Да Прямо обрадаешься У тебя уродливые таланты За него начал ухаживать Американский кинопродюсер Майк Тодд Он был несметно богат Он был миллиардер Он в этот период Не был женат И он увлекся Лис И начал одаривать ее Бриллиантами и жумчагами Это он ей подарил Бриллиант Семьдесят карат Она прожила с ним Всего одиннадцать месяцев Она родила девочку Лис Ее дочь Сегодня знаменитый скульптор Лис Тодд Которая Похожа на нее И чем-то похожа На Майка Тодда У нее был роскошный дом Все было в одном стиле Или в одном тоне Она необыкновенно одевалась Каждое ее появление Вызывало сенсацию Она уже плотно снималась в кино Это был период Когда она снялась В фильме «Гигант» Вместе с Джеймсом Дином Молодым человеком Который был кумиром Американской молодежи Прекрасная Риата Здесь живут ваши соседи Кто? Эти дети Это дети людей с вашего ранчо Это дети Анхеля Абригона Это человек, который встречал нас на станции Хорошенькие Правда Вся куча Все больны Что с ними? Не знаю Просто больны и все Подожди Я хочу выйти Я бы на вашем месте этого не делал Подожди Фильм имел бешеный успех В данном случае Благодаря Джеймсу Дину А совсем не благодаря ей Но он погиб В катастрофе И Лиз долго не могла прийти в себя Вообще тема смерти Стала задевать ее Довольно рано В этот же период Она снималась в фильме «Кошка на раскаленной крыше» По пьесе Данесси Уильмса Неужели я не заслужила прощения? Ты похожа на школьницу Которая носится с криком «В доме пожара» Это странно? Знаешь, что я чувствую? Я словно кошка на раскаленной крыше Ты спрыгни с нее, Мэгги Кошки не боятся высоты Прыгай Куда мне прыгать? Заведи любовника Это жестоко Мне нужен только ты Но именно в этот момент Когда шли съемки Я вижу тебя, когда закрываю глаза Произошла беда Катастрофа авиационная Майк Тодд Летел на своем самолете Который назывался «Частливая Лиз» И самолет разбился И она узнала об этом Это была действительно трагедия Потому что этот третий брак Мог стать браком И не стал Я устала от смертей Я хочу веселиться И жить, как будто это последний день Ведь это здорово Жизнь, состоящая из одних последних дней И чтобы они Никогда не становились Действительно последними Когда погиб Майк Тодд Она была в отчаянии Она впервые не плакала Она лежала часами С открытыми глазами Не могла ни есть, ни пить Вызывали врачей Ничего не могла помочь Она только извертка повторяла За что? Чем я так виноват? Почему у меня такая судьба? За что? Потом она владела собой И продолжала сниматься Она сыграла проститутку В фильме «Баттерфилд 8» Фильм, который имел гигантский успех Это был первый художественный успех Лиз Тейлор И она получила Оскар За этот фильм А человеческие чувства Тебе наплевать на них? Ты ни с кем не считаешься Есть люди, которые много значат для меня На один час, день Или на одну неделю А потом ты насыщаешься И тогда ты находишь следующую жертву Грязная шлюха Расскажи мне свои возбуждающие истории Которые так заводят мужчин в постелях Нельзя все иметь в жизни Надо быть довольным тем малым, что ты имеешь Откуда бы оно ни пришло Она была по-прежнему необыкновенно красива Необыкновенно хороша Все ее ленты имели колоссальный успех У меня красивое лицо Я говорю о другом типе красоты О каком типе красоты ты говоришь? О том сиянии, которое идет от уважения к себе Которое дарит свет В журналах и в газетах Были огромные портреты знаменитой звезды Пройдет очень много лет Ее спросят Вы такая счастливая актриса Которая так любит публика Жизнь, которой интересовался каждый человек Неужели вы когда-нибудь кому-нибудь завидовали? И после долгого молчания Лиз ответила Да Я завидовала Даже тогда Когда еще была жива Мэрилин Монро И когда я узнала Что она приняла Повышенную дозу снотворного Для того, чтобы умереть Я подумала Она очень похожа на меня На ее месте Могла быть я Потому что в этот период Я тоже Хотела умереть Не было мужчин-актеров Которые бы за нее Не сходили с ума Я не такая, как другие Я это я Это правда Такой я вас и хочу Знаете Я провел прекраснейший вечер У меня есть некоторый опыт В таких делах Я не просила вас говорить вчера Не хочу выслушивать и сегодня Но с вами все по-другому Конечно Весь мир у моих ног Ее друзьями были Все Знаменитости Голливуда Среди них был И Фрэнк Синатра И знаменитый английский киноактер Харви И Рок Хадсон С которым она снималась И Рэк Хадисон Мне сказали Который был выбран На роль Юлия Цезаря В знаменитом фильме Клеопат Я не допущу Чтобы мне указывали Куда можно идти А куда нет Раз уж вам ничего от меня не нужно Кроме моего трона По крайней мере Вы достойно одели Чтобы посетить меня А на роль Антония Был назначен Очень талантливый Очень мужественный Знаменитый Английский актер Ричард Бартон И здесь Начинается Новая глава Ее жизнь Появление Ричарда Бартона На съемочной площадке Клеопатрой Было сенсационным Прежде всего потому Что Лис Влюбилась в него Сразу Могу тебя утешить Я хочу Чтоб ты провел Со мной эту ночь Когда я вижу тебя Я теряю дар речи Становлюсь глупцом И не могу найти слов Чтобы выразить Свои чувства Как же я о них узнаю? И в тебе много Не высказанного Очевидно Это свойственно Всем людям Не будь жестокой Дай мне время Опомниться Прийти в себя Он был женат У него была жена Двое девочек Он совершенно Не обращал на нее Никакого внимания В этот период Его семья Жила в Швейцарии И он часто После съемок Улетал К семье Он очень любил Детей Особенно Младшую Свою дочь Но Лис Оказалась Умнее его А вы бы видели Сядет ночью Под моей дверью Воет И скребется Когтями Я работать не мог Пришлось-то не жениться Я в самом деле Влюбилась в него Вот В это вот Марта Романтическая натура Точно Она так Расставилась Сети Что она Постоянно Ужинала С ним И зная Его пристрастие К питью Посещала Именно Те рестораны После съемок В которых Посещал он И она Начала пить Вместе с ним Были скандалы На съемочной площадке Я тебя убью Денег уходило У компании Очень много Гонорар Который должна была Получить Лиз Стейлор Был фантастичен Один Миллион Доллар Но помимо этого Одного миллиона Все ее расходы Ее жизнь Обходилась В астрономические Суммы Не говоря уже о том Что они пили За счет Студии Убийца Какие это проблемы И только Хозяин Компании Прекрасно Понимал Что они Никогда не Погорят Что сколько бы Не стоил Этот фильм Он обошелся В 8 миллионов Долларов Все равно Не выигрывают Потому что Лиз была Сказочно Хороша В этом фильме Необыкновенно И когда вышел Фильм на экраны То Тысячные Толпы Простаивали У кинотеатров Для того Чтобы посмотреть На эту Божественную Актрису С Изумительным Лицом И фиолетовыми Глазами Пресса Была Противоречивая Хвалили Рекса Гаррисона Который Гениально Сыграл Цезаря Хвалили Бартона И ругали Лиз Тейлор Говорили О том Что она Которая Сегодня Считается Первой Звездой Голливуда В сущности Ничто У нее была Только одна Жажда Доказать Что это Не так Что она Актриса Настоящая Актриса Смысл Жизни Женщины Заключен В том Чтобы стать Матерью Счастье Познание Этого Великого Таинства Ниспослано Ей свыше К орошенной Нилам Долине Оно приходит В виде Ростков Благоуханных Трав И я Познаю Счастье Я подарю тебе Сыновей Так угодно Изиде И Богура Груди мои Полны Любовью Полны Жизнью Мои бедра Широки И округлые Такие Женщины Созданы Что прожать Сыновей А потом Майк Николс Один из самых Больших Режиссеров Америки Предложил ей Сняться В фильме Кто боится Вирджинии Вульф И она снялась В этом фильме Он шел у нас Кто боится Вирджинии Вульф Вирджинии Вульф Вирджинии Вульф Кто боится Вирджинии Вульф Что такое Разве это было Не смешно По-моему Смешно До чертиков Забавно Ты хохотал Когда услышал Это на вечеринке Я улыбнулся Это не был хохот Хохотал так Что чуть башка Не оторвалась Было забавно Смешно До чертиков Я очень хорошо Помню этот фильм Ричард Бартон В главной роли В роли Марты Лиз Тейлор Она потолстела На 10 кило Специально Для того Чтобы Выглядеть Как Марта Фильм имел Фантастический успех Не Сэнди Дэвис Которая играла Аня И Ричард Бартон Никто не получил Наград Оскара Получила только Лиз Тейлор Получила По праву Она сумела Обобщить В роли Марты Тот Женский тип Тех Женщин Принадлежащих Американской Интеллигенции Которые Задыхаются В мире Потребительства Которые Затопил Америку Тех лет Ты чудовище Да Я громкая И вульгарная И я у нас дома Ношу штаны Кто-то же должен Но я не чудовище Нет Ты испорченная Избалованная Злобная Пикющая без меры Щелк И сломалась Я больше не стану Пытаться до тебя достучаться Было сейчас мгновение Когда я могла бы До тебя достучаться Когда нам Может удалось бы Выбраться Из этого дерьма Но щелк Оно в прошлом Конечно То что она Поправилась Сказалось Она вообще Очень любила есть А к этому времени Она очень любила пить И она потолстела И когда она взвесилась Оказалось Что у нее 100 килограмм И она Решила худеть Это вообще Женщина Которая на себе Проводила Феноменальные эксперименты Я больше беспокоюсь о тебе О твоем рассудке Не беспокойся о моем рассудке Дорогой Я сдам тебя в психушку Что? Сдам-ка я тебя в психушку Вот что Детка Ну ты да я Все можно вывести Находятся всевозможные извинения Мол К черту Такова жизнь Может завтра я помру Может завтра ты помрешь Всевозможные извинения Но в один прекрасный день Или ночь Что-то происходит Щелк Все сломается У нее была опухоль мозга И она прошла через это Ей сделали операцию Ей пришлось стать лысой Совсем Будучи лысой Со шрамом На том месте Который остался как вслед После операции головного мозга Красавица Лицом И уродливая в этот момент Одновременно В роскошном туалете Она не побоялась Сниматься И ее снимали в журналах В газетах Показывали в кино Ей было абсолютно все равно Она прошла Через адовые муки Почему ты пришла сюда В таком виде Ты же знаешь Я все время прихожу к тебе Стив Ты единственный Кому я могу не врать Почему ты врешь Сама себе Ты портишь свою жизнь И заставляешь меня Быть этому свидетелем Что только она не проходила Какие процедуры Омоложения Она не совершала И она похудела На 45 кило Это был подвиг Похудеть Для того, чтобы Вернуться к той лис Которой она была Но в это время все равно Больше всего ее занимал брак Брак с Ричардом Бартоном Которого она любила Страстно Она может быть в своей жизни Вообще любила только Майка Тодда И Ричарда Бартона Потому что у меня никогда прежде Не было такого Удивительного Внутреннего состояния Которое я ощущаю Рядом с тобой Никогда Поэтому Мне безумно интересно Это похоже на любовь В браке? Похоже? На самом деле Мне трудно объяснить Я не выпытываю Мне не нужны твои подробности Просто Наше соприкосновение Твоя теплота ко мне А моя к тебе Такое Случается У супружеских пар Бартон был достаточно образованный человек У него была великолепная библиотека С ним Она приучилась К чтению книг Она менялась И она понимала Его влияние Она понимала Что он При всем своем Безалабенном Образе жизни Человек Интеллектуальный А она таковой Раньше никогда не была И это Привлекало Ее к нему Я слышу Твое сердце А ты мое Слышишь? У меня с тобой было так хорошо А тебе со мной Нужно идти Я Прости Я должен идти Почему? Что за нелепый вопрос Ты знаешь почему? Бартон не мог с ней жить Он пил постоянно Тосковал по детям И все время был с ней в конфликте У них происходили Чудовищные скандалы Их описывала пресса Постоянно Ну все Марта? Довольно Хочешь взять слово? Зачем купать 16-летнего парня? Ради бога Ну зачем? Потому что это детская ванночка Ну хорошо Хочешь поговорить о нашем сыне? Пожалуйста Хочешь выпить? Да И они расстались в конце концов Они прожили вместе с 1964 года по 1974 Но в 1975 Они снова уже были вместе Она звонила ему по телефону Он звонил ей И в 1975 Она вторично Вышла за него замуж Но пожила только один год Было очевидно Что вместе жить они Не смогут Когда ты уезжаешь? Через несколько дней Поеду на южное побережье Может быть В Баху в Калифорнию А после путешествия? Я Я не знаю Пока еще не решил А ты? Я остаюсь здесь Прощай Живя с Бартоном Они удочерили девочку из Германии Совершенно больную Надо было сделать несколько операций Чтобы эта девочка пришла в себя Когда ей было 14 лет Родители немцы Бедные люди Нашли их И потребовали компенсации Они заплатили большие деньги Девочка осталась у них И Мария Бартон Потому что Ричард ее немедленно Удочерил Стала очень близким ей существом И, пожалуй, сегодня Она особенно близка к матери Потому что лис Она называет мамой После развода Ричард Бартон Скончался в 1984 году Он прожил без нее 8 лет Они были мучительны для него И мучительны для нее Годы жизни с Бартоном 10 лет Это были годы насыщенные Не только скандалами Взаимными упреками И пьянством Но и творческой жизнью Она снялась в фильме Укращение Строптивой Вместе с ним Теперь ты не уйдешь Уйду Польза хочу пустыть Мне говорили Ты строптива зла Но вижу я все эти слухи ложные Ласково Приветливо на редкость Тиха, но сладостна Как цвет весенний Где нахватались вы Таких речей? Эксфромты От природного ума Природа, мать, ум, надо Сын безмозглый Я не умен Пошли вы лучше спать Я собираюсь спать в твоей постели Она в эти годы вообще Довольно много снималась Она приехала в Россию Сниматься в фильме Синяя птица По метровлинку Когда съехались все Знаменитые звезды Для всех людей Чей чистый ясен взгляд Мир изумительно Прекрасен и богат Он праздничней любой мечты Тот мир, что видишь ты Для нее приезд в Россию И был не первый Впервые она приехала в 1961 году На второй московский международный кинофестиваль Который тогда гремел от того, что Джина, Лода Бриджида и она Появились на приеме В одинаковых платьях У обеих хватило юмора Смеяться над этим Все это было в ее жизни А вот когда не стала Бартона И она стала женой политического сенатора Она была уже не молода Муж-повелитель твой Защитник Жизнь Глава твоя В заботах о тебе Он трудится на суше и на море Пока ты дома Нежишься в тепле Опасности Не зная лишений Не спит ночами в шторм Выносит стужу А от тебя он хочет лишь любви Любви Приветливого взгляда Послушания Но Она понимала, что из этого тоже Ничего не выйдет Потому что Ее мужа Красивого, элегантного Европейски одетого человека Волнует только политика А к политике она была Глубоко равнодушна Глубоко Она какое-то время даже пыталась Заняться какими-то политическими фондами Политическими делами Но Вскоре она уехала от него Я была влюблена чуть-чуть Или мне казалось, что влюблена Легкая влюбленность Это вовсе не любовь Меня пробирала дрожь При мысли, как я просыпаюсь в 50 лет И вижу на подушке его рожи Это был очень недолгий брак И это было начало Тяжелейшего периода Ее жизни Когда она стала Страшно пить И принимать наркотику Она очень болела К ней постоянно приезжали дети Особенно Кристофер Уалдинг Который очень любил мать А она понимала, что единственное Что может ее излечить Это кино В 94-м году Она снялась в фильме Где она играла полупомешанную Тещу Посмотрите на него Напился, как вонючка Мама Я сама разберусь Что-то ископаемое здесь делает, да? Кто-то должен присматривать за моей дочерью И за внучкой Пока ты пьянсуешься с этими пениконтропами Да, так чтобы вам было известно Больше пениконтропов не принимаем Он грабит тебя Для того, чтобы отдавать деньги Какому-то соседу А моя дочь Стирает свою одежду в реке Я тоже кое-что делаю Да что ты делаешь? Так в чем дело? Где моя дубинка? Только попробуй, жертвец Да будь ты мужиком Так вам не стыдно, а? Господи У меня руки заняты А чтобы я бы сказала ему Как я стыжусь его У тебя руки заняты Потому что ты шею свою чешешь Она женщина выносливая Умная и сильная Ее биография Могла уложиться В многосерийную ленту И о ней можно было бы написать Не бульварный А серьезный роман Знаете Мужчины Стали заглядываться на меня И тянуть руки С тех пор, как мне исполнилось 12 И всегда при этом Меня охватывало Ощущение Вернее Боязнь Оступиться Ошибиться Если они слишком приближались Я чувствовала, что задыхаюсь От их желания Я с ужасом представляла Что может быть завтра Может в следующем году Начну переходить Из одних мужских рук В другие Я стану Забавой для мужчин Я вспоминаю В свои школьные годы Когда я бегал в кинотеатр В Баку Кинотеатр так и назывался Баку Где шла лента Рапсодия И там играл Гениальный русский актер Михаил Чехов Небольшую роль Фильм был пустяковый А в центре была Неумелая Актриска Сказочной красоты Элизабет Тейлор И представить было себе нельзя Что пройдут десятилетия И в Америке Она займет Первое место На подиуме Самых знаменитых звезд Американского кино Ты все сломаешь Своей жизни Если сегодня я с тобой Ты можешь завтра без меня Нет Ты должен сыграть Сегодня сам Понимаешь Ты настоящий Ты цельный человек Ты настоящий талант Браво Браво Я все видела А где Пол? Он попрощался Пожелал мне удачи Таким дурочкам Как я Удача очень нужна Луиз Джеймс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok